Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и я сейчас ну просто таки рад. Почему рад? Потому что халяву очень сильно люблю. Сейчас в магазин вывалилось вот такое обалденное, как мне кажется, абсолютно, ребят, бесплатное предложение на машинку третьего уровня. Кто-то скажет песок, кому он нужен. Ребят, халява есть халява, но и место в ангаре опять-таки не помешает, если у вас их мало, а сама машинка вам не нужна прям совсем. Хотя я, честно говоря, очень люблю вот такие вот халявные предложения на какие-нибудь, пускай песочные, но все-таки машинки в коллекцию. Почему нет? Мне лично, честно говоря, нравится. Итак, ребятки, забираю это предложение, беру себе Type 98 Kenny, как я понимаю, читается правильно. Ну и, соответственно, сейчас первое, что сделаем, накинем в него все, что можно накинуть. Там вроде бы камуфляжик нам дали вот такой вот. Ну, мне, честно говоря, не очень, но зато переливается. Ну, как бы на любителя. О вкусах не спорят. Быстренько набросаем в него какой-нибудь там наугад оборудки. Так, что там поставим? Вот так, вот, вот так, вот, вот так, вот. Быстренько докинем ему голдишки, ну, просто наобум, что называется. Посмотрим, что по снаряге. Все стоит то, что можно поставить. Сразу 100% экипаж, а значит, на него будет распространяться все, что мы вот здесь вот прокачали. Ну, на данном аккаунте у меня мало чего прокачано, но уже, что есть, то есть. Ну, что, ребят, давайте заценим халяву. Выкатимся сейчас в песок и посмотрим, что эта халява собой представляет. Перед тем, как это сделаем, как обычно, посмотрим исключительно на орудие. Ребят, у нас тут, между прочим, здесь магазинчик на два снаряда с средним уроном 65 единиц. То есть, получается 130 единиц среднего урона с барабана. Бронепробитие 58 на третьем уровне. В принципе, можно сказать, довольно-таки даже неплохо. Время перезарядки магазина всего 6,3 секунды. То есть, в принципе, как у цикличной пушечки, где-нибудь там чуть-чуть выше по уровню. И время перезарядки снарядов в магазине меньше одной секунды, ребят. То есть, по сути, ну, два шота в полторы секунды, ну, по-моему, довольно-таки прикольно. Время сведения, разброс даже обсуждать не буду. Просто покатились в бой. А вот сама циферка урона в 1110 меня довольно-таки веселит на этом малыше. Итак, побежали быстренько в бой. Посмотрим, что он может. Сейчас явно, вот-вот я просто на 100% уверен, что таких, как... Ну, пожалуйста, ребята, полностью весь рандом третьего уровня, он просто заполонен этими новыми кени. Все хотят их покатать, все хотят попробовать, что это такое. Не совсем я понял, почему не стал... А, я не успел поставить. Поклассал-плоклассал, активировать не смог. Настолько сильно бежал в бой, посмотреть на него. Ну, как он выглядит со стороны, давайте заценим просто всю вот эту орду кени. Все реально ржут. Я так понимаю, что, ну, всем определенно нравится то, что сейчас происходит. Но, я же говорю, халява, ребята, есть халява. Поэтому, все пытаются ее взять. Ребятки, если вы смотрите это видео, но вы не заходили в игру и не знаете о том, что такое есть, заходите. Там предложение на несколько дней, в любом случае успеете забрать. Но, короче говоря, халявка приятная всегда. Теперь начинаем просто вот там какое-то устраивать мракобесие. Слушайте, мне нравится, довольно неплохо он катается, довольно неплохо отстреливает. Правда, ну, сейчас в рандоме происходит просто какой-то дичайший разнос, вот такой вот сумасшедший абсолютно. Но, время перезарядки приятное. Время сведения тоже прикольное. Короче говоря, в танчике реально фан есть. Я вот сейчас закатился в бой, ну, мне, ну, очень, ну, очень просто нравится то, что происходит. Потому что участвовать вот в таком вот месилове, даже в песке, ну, доводится не так уж и часто. Как правило, всё вот такое вот ошеломляюще дикое происходит исключительно тогда, когда вот что-то вот такое вот выпадает абсолютно на халявку. И, соответственно, народ хватает. И первое, что хочет сделать, это заценить то, что они получили. Я ещё и фрагу умудрился сделать и выжить. Это просто какой-то, ну, я не знаю, разрыв просто мозга. Ну, не знаю. Короче, я не успел вообще ничего, ребят. Я не успел ни оценить броню, ни оценить подвижность, как обычно я это делаю. Я просто зашёл и начал ржать. Ну, да, не знаю, да уморы просто такое жрёбра болят. Так, успокаиваемся, ставим назад камуфляж, устанавливаем. Меня бросило на зимнюю карту, на которую я не поставил камуфляж. Ну, куда ж без него камуфляж нужен. Всё, теперь я в легендарном камуфляже. Погнали, ребята, ещё одну катку. Ну, прям вот вообще эмоции зашкаливают. Ребят, посмотрите на рандом. Просто вот, вот, вот товарищ, вот этот вот товарищ на УЕ-57, он, наверное, сейчас, ну, немного в шоке. Он не понимает вообще, что он тут делает. Вообще, интереснее было бы, честно говоря, если бы сейчас вот и вместо него тоже был бы этот Кени. И, и, и тогда просто рандом посвящён Кени на третьем уровне. Ребят, просто нет слов. Реально, меня вот... Хе-хе-хе, я в шоке! О, смотрите, такой же Кени, как и я, который забыл одеть себе камуфляж легендарный, закатился в бой зелёного цвета. Блин, ну, не знаю. Давно, вот серьёзно, давно не было в рандоме такой веселухи. На чём бы я не закатывался. Так, ну всё, здесь я, короче, покатался трохи похуже. Так, ну, а теперь давайте на примере кого-нибудь попытаемся обсудить данный танчик. Данный танчик имба! Вот просто имба фана! Вот, по крайней мере, сейчас, ребят, берите себе это бесплатное предложение, закатываетесь в бои на песке и вот просто, просто получаете удовольствие от того сумасшествия, которое сейчас происходит на картах в третьем уровне. Ребят, у меня всё, больше сказать нечего. Танчик фановый, по-моему, нормально заценили. Всех благ, всего хорошего, не забудьте забрать своё предложение. Ну и, как обычно, мира вам. Поставьте лайк этому видео, подпишитесь на канал, у меня бывают видосы и подлиннее. Всего хорошего!